Концерт по всей области, да, дискотека от Радио 54, в том числе футбольные матчи. И сегодня мы подводим итоги с нашими гостями. Это Анастасия Бойко, ведущая телеканала ОТС, и Елена Меркурьева, специалист по связям с общественностью телеканала ОТС и Радио 54. Доброе утро! Доброе-доброе утро! Ну что, давайте вспоминать. Я-то тоже с вами поездил, но вы присутствовали больше, чаще. Наверняка у вас был какой-то контакт с местными жителями, я имею в виду, что больше общались. Какие впечатления от поездок по Новосибирской области? Впечатления от поездок в Новосибирскую область самые радужные. Почему? Потому что люди в пяти районах, в которых мы были, это Татарск, Болотная, Куйбышев, Маслянина и Ордынская, они очень позитивные, они очень радостные во встрече вот этого всего. Они готовы, открыты к этому празднику. Для них действительно доставляет удовольствие увидеть на сцене телеведущих, которые ведущие вот этого концерта. Для них радость увидеть потом, вот Саша сам был свидетелем, диджеев с Радио 54, наших медийных партнеров всего это мероприятие. Для них радость увидеть своих артистов, новосибирских артистов, порадоваться фейерверку. То есть это такая волна позитива. Ну, я уже не говорю о том, что, естественно, первая часть нашей Олимпиады музыки и спорта ОТС 20 лет была посвящена турниру по футболу на Кубок ОТС. И проходила она у нас параллельно с Российским Мундиалем по футболу. И там тоже кипели серьезные страсти. В общем, все это было на позитиве. Все это было здорово. И у нас не было проблем с публикой в том плане, что они всегда давали какую-то обратную связь и обратную реакцию. То есть мы проводим какой-то конкурс, и там уже видим ручки, ручки, ручки вверх, люди поднимают, и они уже готовы выходить на сцену, уже готовы там отвечать на какие-то каверы. Никаких комплексов, легко все. Да, все абсолютно легко. И вот все-таки люди в районах области, они немножко отличаются от людей, которые живут в Новосибирске. Они вот более такие открытые и готовы пойти и взять. Вот такие вот они. И отдать эмоции положительные. Мы одни серьезно заряжались. Они такие умнички. Ну, я могу сказать, что мы, как ведущие, мы кайфовали. Что касается футбольного турнира, я как-то упустил результаты. Кто в итоге победил? А в итоге, поскольку финал у нас проходил как раз на стадионе в Ордынском, и там вот такое счастье, ну, понятно, да, свои стены помогают, как начинала российская сборная, естественно, в России, то есть далеко прошла, победила команда Ордынского района. Они были счастливы. Он решил, там был какой-то проигрыш, если я не ошибаюсь, а потом они решили взять реванш, да? Да, они вообще молодцы. И потом, в самом конце, когда уже завершалась в Ордынском на сцене вот эта концертная программа, они даже сделали от себя такой эксклюзивный танец победителей, как раз под музыку дискотеки Радио 54. Да, и потом фейерверк, и после они вместе со зрителями все вместе скандировали Ордынка, Ордынка, Ордынка. Ордынка, Ордынка, да. Ну, в общем, было здорово. Может быть, нечестно так спрашивать, но где больше всего понравилось? Ну, да, это немножко нечестно, но тем не менее. Наверное, везде публика была разная, но, скажем, лидеры такие, то есть тройку можно выделить, где нас и встречали, наверное, все-таки лучше. Ну, и как-то что-то атмосферно сложилось, и во всем остальном. Это, конечно, Болотная, Маслянина и Ордынская. В Татарске, в Куйбышеве было немножко не так здорово, но про Татарск мы, наверное, в конце завершим, потому что там был просто стихийный форс-мажор, там было стихийное бедствие, это было объективно. Поэтому, ну, а эти три района, они просто... А в Куйбышеве как нас здорово встретили в плане того, что предоставили нам помещение, где мы посмотрели футбол. Да, вот это было, да, это было, конечно, великолепно. Давайте вспомним, потому что как раз там мы оставили все остатки наших голосов, да, Саша, это было точно, потому что мы так, мы так болели за наших, и когда вот уже все, уже по пенальти, боже, что это было. Это был крик, это был хрип, но все равно наши молодцы, и да, и спасибо Куйбышеву, и спасибо нашей сборной. Что удивило во время поездки? Удивило? Были какие-то, да, были какие-то такие вещи, которые, ну, скажем так, поразили, удивили? Меня, если честно, немножко удивило то, что пришло в сознание того, что мы вот огромная-преогромная команда, потому что когда ты работаешь, занимаешься своим делом, пишешь свои какие-то новости, ведешь какую-то свою программу, да, ты не так... Я тоже никому не вердил. Да, 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 то есть мы вот сидим в своих маленьких коробочках, да, и по большому счету, ну, мы функционируем, привет, там, как дела у тебя, а здесь вот такая вот работа, когда коллектив действительно сплочен, и ты это видишь, когда ты понимаешь, что вы вот дышите одним воздухом, идете в одном направлении, делаете одно хорошее большое дело. И мне так стало приятно, и так стало здорово, и у нас такие ребята, такие молодцы, и в любом случае вот в этих поездках меняется немножко атмосфера, меняется вот сама сфера деятельности, люди также раскрываются по-другому. И я могу сказать, что я горжусь ребятами, которые работают у нас, потому что они вот такие звездочки, такие лапочки, честно горжусь. Мне было очень приятно. Продолжим вспоминать и делиться эмоциями после рекламы. Продолжаем проводить итоги Олимпиады музыки и спорта в честь 20-летия телекомпании ОТС. У нас в гостях Анастасия Бойкая, ведущая телеканала ОТС, и Елена Меркурьева, специалист по связям с общественностью ОТС и Радио 54. И один большой вывод мы уже сделали. Праздники объединяют не только тех, кто празднует, но и тех, кто организовывает, и даже, наверное, в большей степени. И это здорово. Это так. Что касается контакта со зрителями, мы так называем, потому что они же видят нас по телевизору, слушают нас по радио. Были какие-то интересные моменты. Вот, допустим, ко мне подходили люди, спрашивали про какие-то песни. А что у нас там за песня играла какая-то? Были у вас какие-то такие ситуации? Ну, люди подходили, действительно, подходили, спрашивали, подходили, фотографировались. Но люди все говорят, что мы другие в этом опенеле, чем в телевизоре. И вот бегала со мной маленькая девочка, лет, наверное, шесть, и говорила, а где вот эта тетя в синем платье? А где тетя в синем платье? Я ее когда-то по телевизору видела, я его бегала со мной, чтобы меня найти и сфотографироваться. Ну, это было так вот, забавно достаточно. Ну, мы действительно, мы, наверное, немножко отличаемся от того, какими нас делают для телевизора. Интересно, на экране, да. Дети, конечно, надо отдать должное им. Это самая была благодарная публика, самая веселая, самая танцевальная. Вспомни, я вспоминаю просто концерт в Маслянина, на котором я была ведущей. И вот у нас начинается дискотека от Радио 54. Как эти дети зажигали. Вот они такие были молодцы. Они все просто поднялись на сцену, начинали там петь, танцевать, ладошки хлопать, ножками стучать. Причем были вот так совсем маленькие, такие карапузики. Ну, буквально там годик-полтора, который только-только ходить начинает. И они уже тоже торили, и они уже поддерживали наш праздник. Это было шикарно. Вот, и я хочу продолжить именно детскую тему. Тут нельзя упустить, что у нас же был совершенно один роскошный новый персонаж. Наш телепес Бублик, символ нашего телеканала. И вот это, конечно, был абсолютный лидер и любимец всей семейной аудитории. И взрослых, и детей с ним все фотографировались, выкладывались, конечно, с хэштегами в социальные сети. И вот самое главное, что как раз во время действительно уже финала, когда шла музыка от Радио 54, что на нем дети повисали, естественно, гроздья. И, как правильно говорит это, отмечает Настя, что он уже был просто как дерево, на котором вот висят дети от года до пяти. И даже было страшно, что в какой-то момент он просто сейчас не выдержит и вместе с ними свалится. Но, слава Богу, у нас Бублик стойкий, он выдержал все. Да, стойкий на самом деле, не только потому, что нужно было в этом костюме, так сказать... Это непросто. Да, стоять там, видеть-то не так просто, а уж как там жарко, об этом знает только он. Кстати, о жаре погода не подвела ни разу? Или все-таки были какие-то непривиденные? Да, это был как раз вот самый первый, Татарск, и там мы прошли крещение вообще всеми постмажорами, погодными, какие могли быть. То есть это была просто сводка МЧС. За четыре минуты до выхода в прямой эфир, а давайте еще раз напомним, что это был для нас тоже интересный прецедент, то есть мы показывали в прямом эфире все вечерние мероприятия, это очень серьезно, это технически сложно. И за четыре минуты до выхода начинается град, то есть люди, естественно, которые собрались перед сценой, они разбегаются во все стороны. Мы, значит, выходим в эфир, град вроде прекращается, солнышко выходит, потом через полчаса начинается дождик, сначала мелкий-мелкий, переходящий в более сильный дождь, испытывает зрителей, кто-то остается, кто-то, естественно, тоже расползается. Потом начинается шквальный ветер, а сцена там надувная, вот эта вот ракушка сверху, пятиметровая. Потом гроза-молния нашего ведущего Михаила Дорошенко, который стоит с микрофоном, в него в какой-то момент чуть не попадает молния. В итоге выключается свет, и сцена на нас рушится. Как раз в этот момент, да, это очень замечательно, то есть я там находилась вместе с нашими операторами и группой «Хай-Тек», которые как раз допевали первую песню. Но ощущения были сильные. Когда, прижимая к груди три раза у микрофона, я ползла на четверенько в сторону выхода. Но это еще было не все. Когда я вот оттуда выползла, и сверху ливень, самые стойкие жители Татарска и более фееричного фейерверка, я в своей жизни не видела, ливень, салют, который прошивают молнии. И стоят тоже под этим преливным дождем жители Татарска, вот так вот открыв рот и говорят «даааа». Это было самое запоминающееся, наверное. Но зато мы сразу прошли боевое крещение первым этим. Во всех остальных районах нам везло. Погода была прекрасная, все было хорошо. Потому что с вами было радио 54. Конечно, безусловно. Именно в Татарске нас не было. Это так. Но я хотел еще вот о чем спросить. Чего по-вашему не хватило? Что бы хотелось еще сделать во время праздника? В принципе, наверное, хватило всего, но не хватило времени. Хотелось бы проехать всю Новосибирскую область. Ну это да. Было бы, наверное, вообще здорово. Когда-нибудь это случится. Наверняка думают, а вот почему к нам не поехали? Уже даже спрашивают, почему Карасука обошли. Вы знаете, да, так и будет. Дело в том, что мы же продолжаем традицию 20-летиям, традицию 15-летия. Вот я об этом могу вспомнить. Потому что было лето 15-летия ЛТС, когда мы начали. Тогда у нас это был фестиваль-марафон, назывался лето 15-летия. Мы тоже проехали по пяти районам. И потом у нас был галоконцерт в Новосибирске. Вот сейчас на 20-летие опять же 5 районов плюс галоконцерт в Новосибирске в Центральном парке. Соответственно, ну, это традиция, которая начата, она будет продолжаться. И все 34 района Новосибирской области, я думаю, телеканалом ОТС будут охвачены, развлечены и показаны всей остальной Новосибирской области. Ну, Настя, не секрет, что многие мужчины, можно сказать, влюблены в ведущих телеканалов ОТС. Я был свидетелем, как одной из ведущих делали предложение руки и сердца. Вот у тебя такого не было случайно на празднике? Нет, у меня такого не было, потому что со мной везде ездит муж. Вот так, понятно? Вот так вот, да. Поэтому нет. Ну, я думаю, что много, наверное, таких действительно бывает инцидентов замечательных, казусных. И я рада, что есть у нас такие ведущие, которые действительно честь предстоила получить предложение вот со сцены и на таком празднике. Это здорово. Ну, я здесь могу тоже продолжить. Ну, вот сейчас наш Михаил Дорошенко, один из самых популярных наших телеведущих, он уже счастливый женат. Поздравляем мы с тем, что у него недавно родился сын. Да, поздравляем. Да, это замечательно. Как раз вот буквально он все время был на связи. То есть в любой момент, когда он стоял на сцене, это могло произойти. Так вот, летом 15-летия он у нас еще был завидным холостяком. И мы даже со сцены обычно шутили, что вот именно в этот район Михаил Дорошенко приехал, чтобы выбрать себе невесту. Девушки, у вас есть шанс. И вы себе не представляете, как много девушек уже по окончании концерта приходили брать автограф, фотографироваться с Михаилом Дорошенко, наверное, в тайной надежде, что вдруг это я. Наверное, давайте еще раз поблагодарим всех работников телеканала ОТС и поздравим их с 20-летием. Потому что видят ведущих, да, на экране, ну, кто читает «Погоду» и так далее. А вот это же огромная команда, техническая служба. Кого не видно по телевизору. И главное, что, ну, не все же люди представляют, да, что действительно кто-то там еще сидит, кто-то нажимает на кнопочки на огромных пультах, кто-то стоит за камерами. А это огромный, слаженный коллектив. Это большая машина, которая двигает канал вперед. Это есть люди, которые вот генерируют какие-то идеи, да, которые помогают нам. У нас замечательные редакторы, которые помогают делать наши тексты вот эти творческие живыми. Буквы начинают как-то складываться в слова какие-то, начинает сюжет заигрывать новыми красками. Это тоже большой труд. И лично от себя могу поблагодарить всех ребят, которые стоят, работают вместе с нами, вот у нашего телевизионного станка. Да, спасибо. Вот это люди, которые полностью отдаются работе, которые живут своей работой. Я считаю, что все вот журналисты, да, радиоведущие, телеведущие там, редакторы, они все немножечко ненормальные, потому что своей работой действительно живут. Это второй дом. Наш коллектив, я повторю сегодня, заферу уже, наверное, неоднократно, большие молодцы. Я очень горда, что я частичка этой команды, и я поздравляю всех нас с нашим большим праздником. С 20-летием и готовимся к 25-летию. Спасибо. Ура. Анастасия Бойко, я ведущая телеканала УТС, и Елена Веркурьева, специалист по связям с общественностью телеканала УТС и Радио 54 у нас будет в гостях. Спасибо, что нашли время в рабочем графике и посетили нас. Спасибо большое вам. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо. Нашим партнерам. Эвелина Ларина. Продолжает работать. Представишь меня. А тебя, Александр Часовитин, уходит домой. Да, я пошел, да, отдыхает, да. Все, всем добра и позитива. Живите интересно. Пока.